Чем раньше, тем лучше в этом году заплатить налог на имущество физических лиц можно заранее. Для этого нужно получить доступ в личный интернет-кабинет. Специалист даст подробную пошаговую инструкцию, как самостоятельно посмотреть кадастровую стоимость квартиры и рассчитать сумму. Крайний срок уплаты налога на имущество физлиц – 1 декабря. Но лучше всего это сделать и раньше, уже весной, рекомендуют фискальные органы. У некоторых категорий жилья стоимость кадастровая увеличена и, возможно, общей суммой уплатить в декабре будет кому-то трудновато. Можно это заплатить частями. То есть уже понимать, какие суммы к концу года придется платить, чтобы потом не сталкиваться ни с судебными приставами, ни с нами лишний раз. Собираемость налогов – вопрос актуальный для города в целом и для района в частности. Сейчас половина сборов за налог на имущество физических лиц и 10% земельного налога пополняют именно районную казну. Деньги идут на решение насущных проблем. Прежде всего, да, это благоустройство района. Это ремонт, ремонт малых архитектурных форм, установка, благоустройство дуровых территорий. Это ремонт наших лестниц, ремонт наших тротуаров, это посадка деревьев, снос аварийных деревьев и многое-многое другое. Это масса направлений деятельности, на что требуются деньги. Для повышения сознательности налогоплательщиков нужен системный подход. Каждый месяц в железнодорожном районе проходит заседание межведомственной комиссии, где выявляют недобросовестных налогоплательщиков. Участвуют в этой работе и депутаты. Каждый из нас, каждый из жителей должен понимать, если мы не платим страховые взносы, то мы не можем рассчитывать на большую пенсию. Если мы не платим налог на имущество физических лиц, если мы не платим земельный налог, то, наверное, неправильно спрашивать с власти, где же благоустройство в наших с вами районах. Нужно быть честными. Планомерная работа уже приносит свои результаты. В первом квартале этого года в железнодорожном районе собрали почти такую же сумму, как в прошлом за весь год. Марина Матвеевична, Артем Сулайман. События.